Всего в российском Азимуте приняло участие 2800 человек. Это немного меньше, чем в прошлом году, но причиной тому стали последние звонки у старшеклассников и подготовка к единому государственному экзамену. Контрольное время для участников было 45 минут. Самый быстрый результат преодоления дистанции – 19 минут. Старшее же население города приняло в стартах самое активное участие. Наконец-то можно вздохнуть. Самое главное, что еще в воскресенье вечером, когда мне медики доложили, что все нормально, таких травм нет, все финишили, все живы-здоровы, это уже успех. Потому что вы сами знаете, что школьники у нас идут с допуском, а старшие 18 лет берут ответственность за себя. Но мы все равно переживаем. Во-первых, хочу сказать большое спасибо всем судьям. Очень здорово отработали, четко, напряженно. Представляете, что трудились больше, чем по 12 часов. Но главное, что у них было хорошее настроение, отразилось на участников, что они прошли. Комаров было много, но благодаря этому все в течение часа выходили из леса. Только один участник у нас час 42. Видимо, он использовал запретное оружие, масят комаров. Футболок в этом году не было, но были кубки и медали. В торжественном награждении призеров Азимута приняло участие бессменный организатор соревнований Михаил Любавин и начальник отдела физической культуры, спорта и туризма городской администрации Алексей Соловьев. Абсолютными чемпионами стало, что это кандидат мастера Павлов Олег, многократный чемпион и победитель чемпионата республики. И что отрадно, Васильева Анастасия, это наша чемпионка лыжница, красменка, стала чемпионкой по ориентированию. Потому что сама позанималась самостоятельно, теперь знаю, что она рощу знает отлично. Мне пришлось, может быть, труднее всех, потому что утром прийти, вечером бежать, но мне повезло отличать всех участников, когда я стартовал, начался мелкий дождь и было прохладно. Остальным участникам было душно, поэтому, может быть, и мне повезло, что я занял второе место. Хотя первое место в нашей группе занял неоднократный чемпион мира среди ветеранов Павлов Николай. Это тоже отрадно, что он участвовал в наших соревнованиях. В этот раз дистанция была посложнее, ее маршрут составлял чуть более 3,5 километров. Три четверти всех участников преодолевали дистанции с чипами. Это позволило сделать обработку результатов очень оперативной. Все призеры получили заслуженные дипломы и медали, а победители – Кубки лидеров соревнований «Российский Азимут-2013».